вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят привет народ у нас очередной обзор очередного инструмента сайта алиэкспресс сегодня к нам приехала вернее приехала она уже недели полторы назад я его тестил удачно вот такие вот друзья аккумуляторные электро ножницы по металлу значит у нас комплекте есть вот такая инструкция инструкция обратите внимание с переводом на русский то есть китайской у нас нет есть английский и русский ну все досконально понятно в принципе здесь и без инструкции и смотрим в комплекте у нас ключик в комплекте у нас непосредственно вот это вот болванка ножик и что я заметил смотрите ребята то есть у нас инструмент как бы позиционируется вот так он приехал короче тут ничего интересного как бы позиционироваться от фирмы хаймер дингер так все бы хорошо вот но вот это вот штуковина king kong надеюсь вы видите и все у нас в китайских иероглифов иероглифах значит смею судить что данная штуковина насадка до было сделано непосредственно на внутренний китайский рынок что нам может говорить уже о ее качестве а вам же напоминаю что я порядком я порезал данными ножницами и ими принципе пока доволен не знаю ребята сколько они проходят но я доволен принцип действия совершенно простой стоит эксцентрик на подшипнике если вы видите я в эту байду разбирать не буду там вилочка есть давайте подключим аккумулятор вот и вот подшипник у нас вращается эксцентрически видите и вилочка стоит вот таким манером у нас приводится движение все это дело значит что мы имеем сразу вам бросилась бросился в глаза это фонарик подсветка в принципе друзья не знаю для чего он нужен при резке ножницами так как в темноте мы нигде резать ничего не я так понимаю не будем я пытался резать в такой полусумерках нарисовал чертилкой линии у нас на жести на стали вот и пытался что-то этим фонариком увидеть ну конечно там что-то какие-то отблески есть но крайне неудобно это раз раз вот и второе что наше тело вот это вот тушка которую я приобрел но если не брать в расчет данный механизм или редуктор то есть это тело непосредственно от гайковерта почему потому что смотрите у нас идет назад скорость от 1 переключаем 2 вернее вперед так потом меняем на откручивание максимальная скорость и на откручивание то есть как в гайковерте болт пошел легко и все это дело стало вот поэтому они использовали тушу от гайковерта и поэтому здесь друзья у нас имеется фонарик я так понимаю значит что по сборке как я всегда говорю сборка ну как всегда на хороший инструмент и так и говорю сборка достойная и качественная ну конечно наблюдается шов но друзья облоя нету ну есть чувствуется пальцем шов собрано все аккуратно достойная в каком-то виде говорил что у хаймер дингера пластик гладкий но видимо я ошибся в пластик тут тоже такой классный напоминает 600 наждачку то есть такой бархатистый приятно держит лежит в руке все эти резиновые вставки тоже просто шикарно заходят вот ну этот пятка у нас тоже полностью прорезиненная то есть можем этой пяткой там я не знаю бросать стучать ему ничего не будет здесь тоже есть два резиновых отбойника все круто все ребята шука шикарно я думаю тут больше как бы об этом говорить нечего значит часа хочу взвесить все эти части и показать вам перед этим откроем инструкцию так как в инструкции здесь тоже указано значит смотрите у нас модель lb 410 вес ножниц то есть нашей вот этой вот насадки указано 400 грамм проверяем включаем наши весы надеюсь вам хорошо видно 0 кладем 410 грамм то есть плюс 10 хорошо дальше едем так вес тела один килограмм то есть без аккумулятора без аккумулятора кладем давайте его поставим наверное 986 грамм попали принципе попали эти 10 грамм сюда добавляем и получается у нас кило грубо говоря 400 все отлично так теперь вес друзья с аккумулятором туши нашей кило 584 и если одеть вот эту насадочку друзья когда будете одевать насадку отпустить нужно два этих болта так как мне пришло вот этот вот винт отпущен а этот полностью зажатый я блин тут по помучился в итоге я подпускал все и соответственно сделал короче вот весь она легко все заходит позиционируем все дело это у нас по центру берем наш ключик зажимаем обязательно друзья зажимаем так как все это отвалится если вы вас работать не зажав инструмент вот чтобы снять опять же отпускаем здесь два винта можно при открутить чтобы легче было снят так как снимается туговато можно при открутить немножко и треть ну как бы в сборе у нас вот такая вот получилась штуковина одеваем аккумулятор и пробуем пальцы друзья сюда ни в коем разе не совать прикольно смотрите ребята то есть скорость вот этих вот колебаний на глаз очень большая а на видео я вижу что она ходит как бы очень плавно поэтому обратите друзья на это внимание да кстати есть у нас регулировка по нажатию вот здесь совпадает с видео скорость и больше нажимаем здесь еще тоже совпадает здесь уже пошло отставать уже плавнее на видео ну и самая большая скорость давайте проверим еще раз раз два три 4 5 6 все чем скоростей вот такая вот чудесная машина все ребята сейчас я хочу разобрать это данное тело и посмотрим что находится у нас внутри и соответственно в редукторе так ребята отворачиваю последний винт вернее и последние крайне это редуктор делим ухты и и моё ты смотри что тут творится вот это они смазки напихали тут уже на никто не скажет ребята вот честно вам говорю первый раз разбираю ничего не докладывал не закладывал да кстати пока лишь вернее не по количеству смазки а по цвету смазки уже видно что я им прилично нарезал то есть смазка должна быть по идее вот как весь инструмент приходит такая ну чем на это темная но зеленоватым оттенком здесь же практически все уже черное то есть что говорит о том что где-то счета подработалась металл начал притерплю притирался звездочки шестерни эти все и дал свою черноту ну только так я могу об этом судить вот какая штука у нас в середине я думаю всем видно да смазки они наперли так ребята ставлю на паузу и разбираю 10 винтов торкс 10 скручена у нас само тело так не вымазать бы стол всем этим добром так короче разбираю и возвращаюсь к вам так ребята заканчиваю разборку остался один винт эти вот глубокие винты у меня то есть раз два три четыре на моя отвертка видеть ой нет отвертка вот этот вот торкс мой не достал приходится крутить вот таким углом угловой такой звездочкой так все все ребята я разобрал теперь давайте разбирать вернее раскрутил ух ты ну тут смазки конечно дали ну молодцы ребята кстати советую друзья так лампочка у нас осталось здесь провода все сверху так ребята я уже понял что нам надо перекинуть все это дело наоборот вот таким макаром достаем внимаем ух ты отсюда так застряла плата папа все смотрите что увидел смотрите что увидел смотрите смазки даже здесь на ляпали смазки то есть получается они смазали вал под крыльчаткой либо это забросило через мотор вот я не знаю кто знает отпишитесь меня опять терзает смутные сомнения либо намазали редуктор и настолько много намазали что выбросила смазку через двигатель в зад двигателя и крыльчаткой уже размаслала по этой поверхности ребята честно и пионерская смазку сюда не клал не ложил не разбирал так как я уже не первый год замужем знаю сколько нужно смазки в инструмент болгарки и тому подобное а тут они напихали конечно серьезно так ну и смотрим что у нас у нас установлен бешеточный двигатель у нас есть кнопка с регулировкой скоростей ну и у нас есть плата соответственно которая управляет всем нашим всем 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 нашим инструментом отлично всем нашим инструментом вот давайте все это укладывать на места провода кстати похожи на силиконовые такие мягенькие надеюсь долго будут ходить что что не ложище вот разобрать разобрал а собрать так это сюда понятно это сюда тоже как бы понятно но не совсем понятно а по есть так вот кнопка у нас разлетелась ребята давайте собирать да кстати смотрите что нашел так эту штуку у нас так не станет значит вот так то есть вот так эту штуковинку если вот так лежит у нас то вот этой вот прорезью они гладкой стороной к верху опа все входит и под кнопку смотрите что нашел то есть под кнопку здесь друзья никаких нету то есть никакой посадки нет а здесь у нас под кнопку вот есть выступы уголки и с этой стороны видите такой прямоугольник провода у нас кладутся под кнопку кнопка кладется сверху так и заводим вот это вот штуковину вилочку на переключение реверс ну вот как то так пайка смотрите хоть и ручная но все четко надежно припаяна все залито каким-то компаундом или даже просто нет мягкая штуковина какой-то компаунд ну или да или похоже что то может быть даже на эпоксидку установлен светодиодик в рассеиватель и в принципе как бы и все на этом вот у нас выскочила штуковина двигателя но смазки конечно ребята они дали до рекомендую поработайте немножко и потом наверно ту смазку поменять так как она ведь и почернела до смазки везде ну да ладно так ребята ну что собираю и пойдем на улицу чего-нибудь потестим я тоже на тестился конечно капитально а вам покажу пару резов какой-нибудь жестянки сделаем да посмотрите так ребята вот мой металлолом стоит старая дверка от мана тга я тут уже наизвращался ножницами давайте продемонстрирую вам как это все режется у нас так как нам пойти только допустим вырежем мы такой вот кусок вот такой вот кусочек ребята потом пойдем я буду его в руках кромсать значит кусочек сейчас мы померяем его покажу вам толщину итак ребята вот наш кусочек да так где нам тут ровное место взять вот миллиметр тут с копеечкой что фокус не ловит а если так вот ну то есть копеечка то походу у нас на краску и получается у нас один миллиметр смотрите всю работу произвожу в руках будем кромсать на мелкие кусочки насколько мягко и быстро режет никаких усилий прилагать не нужно она пальцы не поставить эти как режет то есть можно удержать в руках вот до такого вот кусочка может быть еще можно обрезать вот теперь смотрите у меня есть к сожалению двойки ребята я не нашел но есть у меня полторачка вот отрезано этими же друзья ножницами давайте где-нибудь тут померяем не на ржавчине особой я знаю что-то полторачка вот показывает опять же больше так как тут есть кривизна и есть вот это вот старая не то краска не то ржавчина не знаю что давайте попробуем то же самое в руках конечно же будет тяжелее тем более нам есть видите погнутая помятая ну давайте пробовать вот эти погнутости плохо конечно проходить ровное место давайте так не пальцы не прохватить то есть видите как налегке то есть порезал я друзья очень уже много этими ножницами поэтому могу смело рекомендовать не знаю правда опять же сколько будет у нас ходить лезвие но поскольку судя по тому сколько я уже порезал а порезал я ну правда 0 8 уже срезал друзья ну порезал я наверное метров метров пять плюс все эти вот издевательства над этими кусочками и плюс за кадром я тоже резал тренировался что-то у меня не получалось не фокусировалась вот я наверное уже четвертый раз переснимаю все реже 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 вот такие друзья поэтому смело рекомендую вот что наделал видите отличный аппарат на этом всем пока ссылка как всегда в описании заходите покупайте причем стоит тушка очень даже вкусных денег до свидания спасибо за внимание